Итак, приветствую наших зрителей. Сегодня новая серия на железной реке. Крутые находки обеспечены. Будем искать железо. Продолжать двигаться в направлении точки Х. Противотанковая граната РПГ-40. Огонь. Еще тут куча минометных выстрелов 50 миллиметров. Да, их целая куча. Просто хотел посмотреть, какое количество там. Сколько фашистов не убило. Ну что, хотите порадоваться? Да, смотри. Я уже догадался, что это манерка угадает. Ох, ничего себе. Смотри, какое состояние. Смотри дальше. Опасно. Ох, короткий сборик. Был в замове, поэтому такое состояние. Это опасная находка, еще в идеальном состоянии. Гильза еще желтая, блестит. А внизу что пишут? Смотри. Сейчас. Тридцать девятый год. Ага. Захар. Ага. Потом. Ага. Затворы от винтовки Мосина. Магнитик липос не справляется. Все он ровненький. Противопехотная мина. Без колышка, колышок сгнил. Крышка от противотанковой мины немецкой. Очередной сигнал на поисковый магнит. Пулемет Дегтярева тут где-то рядом. Собчасти так и идут. По инструментарию прогуляемся. Очень нужная вещь. Не жалко она подошла. Газовый ключ. Очередная гильза. Тридцать семь или сорокопятка это? Тридцать семь или сорокопятка это? Что-то с ней страшное стало. Немецкая граната М39. Хоть и тонкое железо, но прекрасно магнитится. Даже виду частично вижу в родной краске, но без взрывателя. Ручью ходили. Железо тут навалом. Магнит. Капсуль. Капсуль прилип. Точно. Прилип. У нас магазин к винтовке. Самозарядная. СВТ. С патронами он или нет? Да, полный. А снизу крышки почему-то нет, да? Видимо... А ее давно нету. Ну понятно что. Ее давно нету. Сапера может? Да, вполне возможно. Здесь металл какой-то. Это у нас шрапнельная что ли? Угу. Там внутри будут красивые часики. Такой колпачок. под защитным колпаком на сам взрыватель. Ох! Ох! skipping то, что-ною. И вот. Вот, маска. Да49. Субтитры делал DimaTorzok Продолжаем раскопки на Железной реке Вода была внизу, наверху везде Ооо, ах какой он прекрасный в этом дожде Это пулемёт Дегтярёва в идеальном состоянии смотрю Михаил его лопаточкой доработал И печально с дульником стало На деревяшке что ли он был? Чуть-чуть чернина на прикладе Ох беда с ним У СМа тоже почти ничего не осталось Сошки шли Что говоришь? Сошки шли к вам А они были там? А ну да А надо еще по это самое покопать Там наверное остатки от сошек О приятный дождичек И как помогает тебе зонтик? Сухая почти в нем Сухая почти в нем Противотанковая мина Да Отвалилась По любому там Блестит Потому что Там и 35 Здесь их очень много Красный грунт Спающая Латунная От ТМИ 35 Брелок Как вам такая манерочка? Нормально Ручки только Будешь чай из нее пить? Кофе горячий Кофе горячий Между прочим Ручки-то хорошие Сейчас клеммы посмотрим Клеммы? Да Аккумуляторы Клейма А у меня клемма С одной и с другой стороны Ребята Демецкая манерка Так называемая Стаканчика Эта сторона Ужасно Не знаю кто я придумал Они горячие все время Эти ручки А Не очень ее удобные Эти ручки На фляжки большинство топили Ну воду Воду да и все Ну еще как еще Как это? Млеко, млеко Теперь этот берем Медленно 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 Видно Газаева через нее Опа Понятно Красный I'll be back Красный В идеальном состоянии Ну еще Я думаю Читнуть разочек можно Правильно я говорю И раз А чтоб не вытащил И обломал в колодец а вышки то были галлиганненькие жаль а бакелитовый есть у нас штык нож винтовки к 98 маузе я думал она будет плавать но она не плавает наша ручка сохранилась почему называли ее колотушкой гранатом 24 а раньше что делали что ж не было после войны откручивали все обезвредили картошку толкули была толкушка тетки ездили слушай тетки ездили там ложки вилки еще были не было же раньше после войны так и супруга моя говорит у бабушки много много ложек вилок было в столе лежали в принципе сколько у нее 18 секунд было замедлено я думаю меньше меньше а что ты говоришь 18 я слышал 18 ты уже сможешь поспать успеть они что туда друг другу кидали то или это в кино только показывает ну да я думаю секунд 8-6 а сколько это 4 да там есть коротенький супер мега мы находили короткий запал там вообще кинул взорвался не успел только вздернул и все это для того чтобы если не сдаваться да раз сразу выдернул михаил ее очень долго долго искал не знаю почему его хотел это достать как вы считаете что это товарищ я думаю это какая-то граната на ракете начинала видео видео по счету подсказываешь вообще-то не чупа чуть это а тренажер все ребята это граната для ракетницы сверху обычное яйцо так называемая м 39 и бакелитовая ручка вставлялась пистолет сигнальный штурм пистоли штурм пистоли же тоже стрелялась на лишь на штурм пистоли заправлялась в общем какие-то сигнальные пистолетов и стрелялась противника довольно таки редки ты прям притягиваешь манерки очередной стаканчик немецкий дырявый что проверим и есть немножко есть но в время попить чай подписная в итоге а что написано что это может значит верма фаэнс какой-нибудь майонез что ли майонез подрихтовали доработаем придется помогать ящик половинка от ящика или целый целый ящик короче на вот сюда вот раскопать хоть бы кто поможет газаев там треники полоскают ну пускай песочек ну пускай песочек ну пускай песочек мне кажется он не в идеале будет после таких мне кажется это половинка целый от восьмидесяток до половины ящика от восьмидесяти миллиметровых полносоветских минометных мин а это лопата сейчас посмотрим ну да совет немного шпаклевки и ты сможешь его восстановить восьмидесяток выглядит неплохо пам без останков да да и без надо вниз проверить проверю пробитая Диза 76 миллиметров коротенькая Гилла 76 миллиметров коротенькая Кать что случилось? Я натираю рукава а? а? а на дне что написано? а на дне? а вот что ты что капсюли укрепляешь Ну да, лыжня от пушки громадная. Газаев запыхался весь, долго копал. Противотанковая мина ТМИ 35, даже без детонатора. Очередной алюминий немецкий, котелок и смятый-перемятый. Как будто в них стреляли из всяких крупнокалиберных пушек, а потом избавлялись в реке. Пора уже переименовать не железная река, а алюминиевая. Тоже коротенькая. Коротенькая. Ну ровненькая. Линтовка Масина, раненая царского образца. Все переломное, кто-то наверное закинул ее туда. Ну да. Так-то в целом она довольно таки ровненькая. А? Довольно ровная. Да, у нее рама прилетела. У нее единственная деформация вот здесь, вот так. Неужели это цинк с патронами советский? Сейчас мы его вскроем. Видишь, он вскрытый был. Синк перешел в какую-то покупку. Корочку ржавчины. Он не с цинка был. Даже самый как он. Сталь? Сталь лужон. Ага. Такой красивый. Не знаю почему. Целый цинк с патронами. Ага. 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 Ладно, хватит их мучить, пусть отдыхает. Вот и противогаз советский. Только что достали фильтр. Целый, хороший. Кстати, вот этот может быть лучше, чем из болота. Он такой мягкий-мягкий. Ну я и говорю, что... Но сталь тоже ушла. Да, практически полностью. И одно стекло разбито. Ни стекла, ни проблема. Хотя, слушай, я бы не сказал, что сталь до конца ушла. Вот это он. Газаев, ты делал из противогазов рогатки? Нет, я знаю, что делал рогатки. Из камеры. Камеры они плохие. Ничего, хорошо. Раньше камеры были нормальные. Это не сейчас какие. Раньше камеры были толстые. Как вырежешь. И в кого ты стрелял, расскажи нам? Мы сначала... У нас же дома строили. Знаешь, как интересно было? Стрелять по окнам. Вставить в окна. Пойдешь... У нас завод там... Не завод там... Ну, предприятие было. Подшипники наберешь там. Ну, в сарай возьмешь. Ну, кажется, это самое... Расколешь подшипники, шарики. И держу. Иначе он как пуля. Стекло не разбивало, а пробивало. Стекло как от пули, так и остаются следы. О, интересно. Ну, вот он. Хулиганил немножко. Потом, конечно, за милимин. Это у нас такая была... Хоробого. В детской ком-то милиции. А я только в карманах набрал целые это... Под рогатки. Камни я набрал, таких мелких выбрал. Иду, рогатка здесь. Она у меня хватит. Ты куда? Я говорю, да иду тут. Домой надо идти. Она говорит, а что у тебя в карманах? Я говорю, да ничего, ничего. Ну-ка, струкай, струкай. Камни. А, понятно. Доставай рогатку. Достал завтра. Ко мне яйца. В выделении в лице. Будем с тобой разговаривать. Ну, раньше следили за этим. Не было так вот. Тем более сам Дашик. Поселок небольшой, наверное. Ну что, это вы. Польше некому строга так стрелять прямая. Знаете, это ты, а кто разбил там, разбил тут. А что здесь то было? Хорошая? Вот. Очередной выстрел 76 миллиметров. На этот раз уже в длинной гильзе стандартной. Стоит тоже она неплохая будет. Надо сюда что-то. digitал по 풀ку в белом этапе, tiver. Знешен. Знешен. Знёжная выстрелилась. Знёжная выстрела. Советская лопата Ведет на опасные находки 45-мм снаряд Тоже в идеальном состоянии Хорошая Можно ручку Он раздавлен? Нет, он отрезан От ящика для пулемета МГ В то время у немцев было много алюминия Почему не цел? Он был бы вообще красавец По состоянию Мы как раз продвигаемся в сторону МГ Все стадии Ну как там? Сначала борьба, отрицание Вот показала его последняя стадия Принятие А зачем ты выжимаешь перчатки? Можно спросить? Прибытие Или ты стираешься Растопки в Вьетнаме Ну судя по климату по крайней мере Ну реально Вьетнам Папы такие Кропический вид На летающей солнце Реально А кто сказал про это? Газаев 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 сказал про это Газаев 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 Субтитры создавал DimaTorzok